Энергоблокад 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 Жизнь штаба, реакция на нее мгновенная, людей на исполнение, в принципе, достаточное количество, на мой взгляд. Всю эту ситуацию мы называем чрезвычайной, и главная ее стратегия, этой чрезвычайности, это ожидание большого света, большой энергии. В таком режиме мы дотянем до большой энергии, которая в ближайшее время уже появится у нас. Но организаторы энергоблокады, несмотря на то, что мы ожидаем большой энергии, ожидали большой беды. В Крыму она, слава богу, не произошла, катастрофы не случилось за последнюю неделю. Условно говоря, если сравнивать нынешний вторник и вторник прошлой недели, на ваш взгляд, много ли изменилось? Я уже не первый раз в жизни попадаю в чрезвычайную ситуацию, всегда внимательно наблюдаю, как меняются люди. Очень приятно для меня, я думаю, для всей нашей команды, что большинство членов, практически вся команда сработала на отлично. Я не боюсь этого слова, хотя это может сейчас звучать для тех людей, у кого электроэнергия 4 часа в день. Просто они, может быть, до конца даже не знают, каких усилий это все стоило. Команда вся сработала, смогла мобилизоваться, забыла о противоречиях. Объединились внутри, на оригинальном уровне, соединились все ветви власти, в том числе силовые структуры подключились. И, так сказать, вот эта вот совместная работа, она, безусловно, эффективна. И в дальнейшем, я абсолютно убежден, мы будем эти приемы, методы использовать в дальнейшей работе. Это очень важный опыт, который мы накопим в этой сети. Бесценный опыт, я скажу, для многих руководителей, которым можно жизнь прожить и никогда не оказаться в такой экстремальной ситуации, когда нужно принимать решение каждую минуту. И именно ты должен принять, никто за тебя его не примет. Вот вы говорите о горизонтальной плоскости кооперации всех ветвей власти республиканской, но нельзя при этом не отметить высокий уровень кооперации вертикальной республиканских и федеральных властей. На ваш взгляд, эффективность слаженной работы республиканских и федеральных властей от решения вопроса по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации? Я считаю, что слаженность в настоящий момент полная, удалось добиться этой слаженности. И, безусловно, в первые дни были определенные шероховатости, связанные были они с тем, что федеральный центр до конца не мог понять, что у нас происходит. Мы разбирали ситуацию, это было воскресенье. Наша главная задача была понять, как сработала система и как она будет функционировать при такой низкой генерации. И куда направить наши усилия, когда с этим стало все понятно, все действия стали очень гармоничные и последовательные. Стали заказывать то количество генераторов, которое нужно, ускорили по максимуму те работы, которые необходимо сделать для дополнительной генерации, для выработки здесь на территории полуострова. Плюс форсирование работ по самому энергомосту. В общем, все стало работать достаточно слаженно. Помимо представителей власти, исполнителей, которые в силу, так сказать, своих должностных обязанностей участвуют в работе по ликвидации ЧАЭС, у нас депутаты активно включились в этот процесс, крымские в том числе, так сказать, вот под вашим руководством. Все ли члены депутатского корпуса, на ваш взгляд, оправдали возложенные на них доверия, не ваше лично, а персональное даже, избиратели в первую очередь? Часто в обществе бытует, что кого бы мы ни выбирали, все они не такие, все они плохие. Это часто было на бытовом уровне, что депутаты все плохие, обещают пока выборы, потом ничего не делают. Но как раз эта ситуация, я думаю, для крымчан открыла наших депутатов совершенно с другой стороны. Подавляющее большинство, больше 90%, все на своем месте и все активно включились в работу. Практически никого не нужно было уговаривать, все как один выстроились на эту работу. А если кто-то не участвовал, то имел совершенно объективные на это причины, кто-то болел, и болезнь такая, которая не позволяет его работу, и нет смысла в этой работе, она не очень эффективна. Некоторые общественные организации начали обращаться, вот где мы, скажу откровенно, с опозданием, так сказать, ну мы сказали, ребята, ну мы не против работы, но не организовывайте ничего параллельного, не устраивайте какой-то хаос. Работы достаточно, если хотите проявить активность, она нужна сейчас, работайте через штаб, там есть координаторы, они дадут поручения, если есть возможность у вас помочь чем-то конкретным, финансово, материально, пожалуйста, сегодня это все Крыму нужно, потребителям это нужно, мы с удовольствием примем эту помощь. Ну вот вы сейчас об общественниках сказали, кажется, что вот нет худа без добра, что называется, вот эта ситуация с энергоблокадой, она как будто бы вдохнула какую-то новую жизнь в развитии волонтерского движения. Как вы бы могли охарактеризовать вот сейчас работу волонтеров в условиях энергоблокады? Волонтеры сработали, я думаю, на отлично, и это будет еще очень большая тема обсуждения и на региональном уровне, и я убежден на федеральном уровне, потому что вот эта часть, мы, на мой взгляд, даже недооценивали способности волонтера и вообще этой части общества участвовать в кризисных ситуациях, которые всегда могут быть. В любой ситуации, когда это касается всего региона, очень важно было мобилизовать этот ресурс. Этого ресурса оказалось у нас достаточно значительное количество, я назову цифру, уже на вчерашний день это было 7800 волонтеров, с 1300 на 4 дня назад, то есть выросло до 8000, включились в эту работу студенты, учащихся старших классов, что очень важно. На мой взгляд, есть некая даже революционность в этом, если мы это закрепим в тенденцию, чтобы в школах детей учили не только интернету, не только компьютером и вот этому миру электронному, а вот реальному миру, чтобы люди понимали, что такое доброта, что такое милосердие, сочувствие. Вот это, мне кажется, будет очень важно. Я убежден, что вместе с Министерством финансов нам эту работу удастся организовать уже после преодоления кризиса. Вы сейчас сказали о студентах, о школьниках. Известно о том, что многие в Крыму призывают не затягивать с вынужденными каникулами, в которые сейчас отправились учащиеся средних образовательных учебных заведений Крыма. Вы противник таких горячих мер. Как вы предлагаете решать данный вопрос? Я предстоятельно рекомендовал руководителям местных штабов, местных администраций, которые возглавляют эти штабы, при принятии решений, а это их полномочия, мы так договорились, что решения принимают они в соответствии с каждой конкретной ситуацией, потому что она разнится от региона к региону. Все-таки перестраховываться. Если вы не убеждены в том, что вы удержите температурный режим, или есть великий риск, что вы это не удержите, то этого не делать. Нет такой жизненной необходимости. Никакой угрозы для программы нет, для процесса обучения нет. Угрозы тому, что дети не получат какие-то знания. А вот есть угроза того, что они заболеют, или качество знаний будет неадекватное, когда будут по 2-3 часа преподавать в неосвещенных помещениях, либо холодных, поставить галочку, что урок прошел. На самом деле от этого урока толка никакого. То есть вот это, ну это еще раз повторю, это их полномочия на местах, и большинство прислушались к этим призывам, и все-таки перенесли каникулы до понедельника. Активисты так называемой энергоблокады Крыма при начале, собственно говоря, этой спецоперации, террористической, не будем скрывать друг от друга, они обещали, что или День Святого Николая, или Новый год уже в Джанкои будут встречать. Крымчане, на ваш взгляд, готовы встретить, желающих встретить новогодние праздники в Джанкои? Я имею в виду из числа тех, кто устроил нам этот праздник. А я думаю, что те люди, о которых вы говорите, ничего не собирались праздновать, они реалисты, они пешки в чужой игре. Понятно, что они адекватно понимают, что Крым вернулся в Россию навсегда, все эти пиарские штучки, части информационной войны, которые ведут против нас, ничего общего не имеют с реальностью. Поэтому вот что меня поразило в этой ситуации, это реакция наших крымчан, которая уже стала повсеместной такой тенденцией, обращая обращение в Государственный Совет, Совет Министров с настоятельным требованием не брать украинской электроэнергии. Я с этим столкнулся, для меня это было удивительно, три дня назад, но уже вчера, позавчера, это стало общекрымским трендом таким. Потому что люди поняли, насколько власть в Украине неадекватна. Но что больше людей, может быть, возмущают, может, даже обижают. Вот молчаливость украинского народа. Ну хорошо, власть такая бандитская, бандеровская, ладно, неадекватно, вы их допустили к власти. Ну а вы где? Ведь это происходит на ваших глазах. А как вы с этим будете жить? Как вы к нам приедете отдыхать? С какими глазами вы будете смотреть на нас здесь, в Крыму? Вот это вопрос, на который нет сейчас ответа. Мы ждем, конечно, всех в Крыму. Мы не ждем тех, кто организовал эти акции. Сразу хочу сказать, мы не ждем тех, кто им сочувствовал или разделяет их взгляды. Мы не ждем их здесь. Несмотря на то, что нам нужны отдыхающие, но эта публика нам здесь не нужна, она нам ничего хорошего не принесет. Но основная масса украинского народа, к которому мы относимся к уважению, вот как они это допускают к власти. Я вспоминаю нашу жизнь в Украине, когда в каждой попытке власти что-то сделать, самое небольшое, так сказать, вызывало негатив в обществе. А здесь террористические акты, здесь практически не подумали ни о стариках, ни о детях, ни о больных. Ни о своих родственниках, которые здесь проживают, в конце концов. Такая ненависть сквозь их все информационные каналы. Конечно, это удивительно. Спасибо большое, Владимир Андреевич, за Ваш компетентный, эмоциональный комментарий. Удачи в работе. Спасибо. Ну а мы не прощаемся с Вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова